Привет всем! Вы смотрите блог Неми Якиненко. Тема нашей сегодняшней беседы – как гитаристу начать играть в группе, и желательно со звездами. А поможет нам в этом разобраться наш гость – гитарист Сергей Лазарева, композитор-исполнитель, эндорсер гитар Фрамус и преподаватель по электрогитаре Эдуард Шаронов. Всем привет! Нина, спасибо большое за приглашение, очень приятно, и я рад вас видеть всех. Как ты начал играть на гитаре, и как ты пришел к тому, чтобы играть в группе? Ну, в общем-то, начал я, точнее, впервые взял уроки гитару в 6 лет. Мой отец мне привез первую мою акустическую гитару, на которой я играл свои первые рифы, еще из такого классического рока 70-х годов. Но это было довольно-таки забавно, потому что играл я на ней вот так, она у меня лежала на коленках. Вот это были, скажем так, мои первые потуги. Но ты сразу стал увлекаться рок-музыкой, то есть в принципе… Да, но опять-таки это было воспитание влияния отца, он мне передал любовь к року, потому что сам он рос именно на вот этой музыке, и, собственно говоря, видимо, так вот генетически сложилось, что я стал к этому тоже, в общем-то, управлять интерес. И далее, когда я уже был в старшей школе, в 14-15 лет, я уже более основательно стал подходить к изучению электрогитары. То есть это, да, это уже была моя первая электрогитара. То есть все-таки изначально тебя тянуло к электрогитаре? Ну, вообще, да, просто у нас ее не было. Да, и изначально меня к ней тянуло, и вот как-то папа, в общем-то, купил мне гитару. Он сам, кстати, играл тоже, ну, как бы любительский. Ну, вот, тем не менее, мне этого хватало, чтобы у меня был человек, от которого бы подпитываться какими-то знаниями в начале пути. Это началось мое становление как гитариста с, как я уже говорил, с классического рока, с 70-х годов, когда я, кстати, очень много грифов в то время снимал сам на слух. То есть как бы не было как таковой табулатур, да, или что-то, и это, кстати говоря, мне... Да, но это еще не было долго. Ну, он был, он такой, пока только в таком, в общем-то, стадии зарождения. И мне это очень помогло, потому что именно в то время я стал разрабатывать слух. То есть все вот эти вот снятия на слух, конечно же, очень штука полезна. Примерно годам к 17 я уже стал заниматься с педагогами, вот, их было достаточно много, я не буду сейчас назвать всех, но именно тогда я понял, что это то дело, чем я хочу заниматься по жизни. Вот, потому что какие-то стали появляться творческие идеи, уже я какую-то музыку, в общем-то, свою первую стал придумывать. Вот, уже в дальнейшем, в 20 лет я поступил в институт, ИСИ, Институт современного искусства на эстрадно-джазовый факультет, и его окончил. Я являюсь выпускником в лаборатории Игоря Бойка, я думаю, ты слышала о таком педагоге. И очень замечательный человек, и очень много вот в плане гармонии, в плане такой музыкальной основы мне дал именовое. А в ИСИ у кого ты занимался? У двух педагогов, у Елены Сигаловой и у Баранова Геннадия Анатольевича. Ты начал играть в группе после института уже, или раньше? Нет, ты знаешь, это было еще до поступления в институт, и моя первая группа была группа Харизма, Металл. Да, я знаю. Металл группа, в дальнейшем это была группа Асферикс, потом уже, как раз-таки, примерно параллельно с поступлением в институт, я стал играть в группе Артерия. Это проект Сергея Терентьева с группой, да, экс-участником Арики Пеловым. И уже в 23 года я попал в свой, можно сказать, первый коллектив, где я стал по-настоящему зарабатывать музыкой. То есть не преподаванием или какими-то еще музыкальными штуками, да, а именно конкретно зарабатывал на концертах, ну, в общем, как обычный, действующий музыкант. Понятно. Да, это был коллектив «Сопрантуристов», в котором я проработал 5 лет, после чего вот с 2016 года я являюсь гитаристом Сергеем Лазаревым. То есть от Металла к поп-музыке? Да, именно так и есть. Кстати, у меня именно так назывались мои мастер-классы, которые я давал в рамках тура с Сергеем Лазаревым, которые так назывались, от Металла до поп-музыки. Интересно. Расскажи, пожалуйста, вот нас смотрят наши подписчики, которые мечтают играть в группе, там развиваются. Чем нужно обладать, какими качествами, чтобы начать играть в группе и со звездами в том числе? Ну, в первую очередь надо хотеть, наверное, этого, то есть стремиться понимать, к чему ты идешь и как бы ставить цели перед собой. Заниматься на инструменте и, самое главное, заниматься не смотреть только в одну сторону, а как бы стараться расширять сознание и играть в разных стилях, учиться играть в разных стилях. Потому что особенно, если ты играешь у артиста или ты играешь в каком-то многожанровом таком коллективе, я имею в виду с разными музыкальными жанрами, там это нужно обязательно. То есть ты, особенно сейчас, в 21 веке, гитарист и, как вообще-то любой музыкант, не может, ну, скажем так, ему будет труднее работать, если он будет зацикливаться на вот чем-то одном. Если он будет играть, например, только металл или там только джазовые какие-то там. Ну, легче будет элементарно найти работу, если он будет разноплановым. Другими словами, да, стремиться к универсальности. Это все здорово, но вот если ты, допустим, играешь один там на какой-нибудь акустической гитаре, самые элементарные вещи пока еще там, три аккорда. Вот, может быть, есть какие-то упражнения для развития, вот, чтобы слышать барабанщика там, чтобы вообще играть в коллективе. Какие-то необходимые качества, которые можно развивать пока одному, а потом уже попробовать играть вместе. Чтобы ты вот не пришел, а тебе сказали, слушай, чувак, ну, ты профнепригоден, иди отсюда. Ну, если в домашних условиях человек занимается, то, конечно, это игра под метраном. Потому что это, в общем-то, все, наверное, знают, я ни для кого не открываю Америку, да. Вот. И если человек слышит, а, и записывать себе. То есть сейчас это, тем более, стало уже нетрудно, в общем-то, поставить программу и записывать свою игру. Причем записывать можно абсолютно элементарные какие-то самые-самые простые упражнения, какие-то рифы. И смотреть, и слушать, как ты играешь, ровно или криво. Если есть человек какой-то старший, с большим опытом, который сможет подсказать тебе, то это, конечно, было бы лучше. Вот. То есть важно развивать чувство ритма. Обязательно. Я вообще считаю, что это самое главное. Именно в музыке ритмика даже не столько знаний, теории именно нотной, да, вот нотной грамоты, сколько именно ритмика. Потому что если ты сыграл криво, если ты сыграл не в барабаны, то это будет слышно сразу. Если ты, допустим, в соло, в импровизации, в джеме взял какую-то левую ноту, которая не из гаммы, допустим, не из тональности, это, в принципе, может быть заметно, это как-то сгладить можно. Ну да. Она полностью устраивает, потому что в любом стиле она, в общем-то, себя проявляет так, как нужно. Гитара выполнена из красного дерева. Накладка на грифе – черное дерево. Два звукоснимателя-хамбакера – это Seymour Duncan, SSH-1 и SSH-4. Общая ручка громкости, общая ручка тона. И также отдельно уже я, после того, как я купил эту гитару и какое-то время на ней играл, я отдельно себе установил пьезосистему – это эмуляция акустического звука. И мне гитарный мастер Андрей Смолин, кстати, очень хорошая компания, контора Андрей Смолин, они мне установили вот такой вот свитч-переключатель с звуком магнитных датчиков на звук пьезодатчиков. О, это интересно. То есть она может звучать как акустика, как похоже? Именно так я и как раз-таки её использую, потому что иногда нужно, допустим, в рамках даже одной песни на концерте сыграть и звуком акустики, и какой-нибудь соло, например, говорить. Да, это круто. То есть когда у меня звучит, например, акустический чос, и при этом звучит такая вот электрогитарная стена звука рифового. То есть как будто бы комбинация двух инструментов. То есть я заменяю два инструмента. Это интересно. Ну, иногда в аранжировке это как раз нужно сделать. Вот, а так, да, эта штука, эмуляция акустического звука звучит очень даже хорошо и спасает меня в многих ситуациях. Называется это прям граф-тек. И также на своих концертах и в студии я использую вот такой вот гитарный процессор. Да, у тебя там такая штука инопланетная практически. Кемпер. В общем-то гитаристы знают многие, наверное, эту вещь, и она на самом деле очень прикольная. И, ну, например, в сравнении с ламповым звуком она, ну, не могу сказать, что выигрывает, но вот как бы моментами конкурирует. Потому что очень часто вот сейчас споры проходят о том, что все-таки лучше, цифра или же аналоговый звук, ну, или же ламповый звук. Эта вещь меня полностью устраивает как девайс для формирования звука. Ты нам сейчас продемонстрируешь, как работает. Да, сейчас, например, сейчас один из моих концертных пресетов – это эмуляция Marshall. В общем-то, он имеет правильный характер, такой теплый. Что еще? Да, а также еще я могу вам показать чистый звук, который я использую также на концертах. В общем-то, без эффектов. Ну, как-то так, да? Ну, мне нравится. А ты переключаешь с помощью педальки все эти шутки? Да, просто, опять-таки, у меня сейчас нет под ногами. Вообще я использую контроллер, кемперовский контроллер родной, у меня на нем установлен пресет, отдельный пресет на каждую песню в концерте. И в рамках этого пресета я могу переключать звуки. Например, куплет у меня, значит, чистый звук. Потом в припеве, например, кранч какой-нибудь легкий. И там, если есть соло в песне, значит, сольный звук. И, опять-таки, если у меня есть в этой песне акустическая гитара, то я ее переключаю таким образом. Эдуард, давай сейчас продемонстрируем нашим зрителям, как звучит она в пьезо-варианте. Давайте, да, с удовольствием. Как-то так. Мне кажется, достойная замена акустического звука. Ну и в завершении нашей беседы расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься в своих многочисленных проектах. Я знаю, что у тебя есть свой канал на YouTube тоже. Расскажи об этом. Помимо моей основной работы у Сергея, я также занимаюсь сольным творчеством. Это гитарная инструментальная музыка. У меня есть YouTube-канал, куда я выкладываю свои видео. Ссылка на YouTube-канал Эдуарда будет внизу. Да, спасибо, Нина. Вообще, это, конечно же, отнимает много времени. У меня в планах сольный альбом. Просто пока я не собрал необходимое количество композиций, треков для него, что-то нахожусь в процессе написания их, аранжировок и так далее. Ты сама знаешь, что это всё-таки отнимает много времени. Средение звука в том числе. Поэтому хочется сделать по уму, хочется сделать хорошо и качественно, чтобы это отличалось, чтобы это не было очередным гитарным альбомом, чтобы это было что-то интересное. И, опять-таки, хочется сделать разноплановый альбом. То есть не циклиться на каком-то одном стиле и прямо в него долбить, а всё-таки немножко обойти и записать какие-то композиции с участием других музыкантов. У меня, в принципе, одна уже записана с участием Сергея Терентьева. Но в планах также записать с стилистически другими музыкантами. Ну да, это интересно вообще. И, помимо всего прочего, также я сейчас сотрудничаю с каналом Мира Музыки, с магазином Мира Музыки, и мы с ними записываем гитарные уроки, которые выходят приблизительно раз в две недели. Называется Guitar Leaks с Эдуардом Шароновым. Выходят они прямо на непосредственно YouTube-канале магазина Мира Музыки. Всё здорово, мы будем следить и за твоим сольным творчеством, и за уроками. Это всё очень интересно. Наша беседа подошла к концу, хотя очень много интересных тем, и мы обязательно будем ещё приглашать Эдуарда к нам. С удовольствием приду. Подписывайтесь на наши каналы, на мой и на Эдуарда. Впереди много всего классного. Пока. Пока. Спасибо за приглашение, Мила, ещё раз. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»